Последний вопрос, еще более короткий, и еще более короткий, последний. Добрый вечер, спасибо большое. Вы сказали о том, что законы у нас плохие, и исполняются, пусть и хорошо. А в отношении вот этого России, возможно ли с помощью закона повлиять на развитие демократии? Принят нужные законы? Либо принят, либо изменить. Ну, я еще раз назову себя легистом по своей системе убеждений. Я, опять же, и по своей, так сказать, научной специализации, и по своему, уже упомянутому опыту на госслужбе, очень верю в то, что на бумаге написано. Я верю в силу писаного права, я верю в силу законной рамки, потому что я знаю, до какой степени наша система власти, эта система бюрократизированная, бюрократия действует по инструкции. Поменяйте инструкцию, она будет действовать совершенно по-другому. Я вижу, как преднамеренно ломалась и искажалась наша законодательная рамка, при том, что кондиционный скелет нашего правового поля сохраняет некоторые здоровые черты, хотя там недостаточно прорезано разделение властей, в общем, надо еще кое-чего подвинтить. Но я знаю, что достаточно небольшими законодательными изменениями наша система права делается гораздо более здоровой, и на жизнь это будет влиять самым позитивным образом, потому что чрезмерное количество запретов, именно прописанных запретов, не обычаев, не традиций, не, прости господи, менталитета, а запретов, прописанных в законе, убивают у нас и предпринимательскую активность, и культурную жизнь, и общественную активность. Уберите с горла веревку, и вы увидите, как это изменит вообще самочувствие. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Спасибо вам огромное. Спасибо еще раз организаторам и слушателям. Спасибо за прекрасные вопросы. Всегда моя любимая часть любого выступления — это вопросы. Еще надо сокращать лекционную часть, показать картину, потом сказать, а давайте теперь вопросы. Потому что это всегда гораздо, гораздо, по-моему, интереснее. Еще раз всем большое спасибо. Я поздравляю всех, кто заработал проект «Будущее России в развивающемся мире». Это цикл лекций. Следующая лекция 22 октября. Кирилл Роков, политолог «Сто лет назад, сто лет вперед». Что прошлое говорит о будущем, будет называться эта лекция. Так что через месяц в 16.00 также сюда вас приглашаем. Спасибо.